Привет всем! Статью по таким названиям опубликовал электронный журнал кардиологической практики Европейского общества кардиологов. В нем о том, что страдающим диабетом от эросклероза не то, что не избежать, но он у них более тяжелый, с более серьезными последствиями. Причиной тому закономерное нарушение жирового обмена с высоким уровнем триглицеридов и так называемых атерогенных липопротеинов при низком уровне не атерогенных липопротеинов. Эти обстоятельства по утверждению авторов статьи диктуют, и это верно, как можно более ранее противоатеросклеротические вмешательства. Первый выбор. Здесь статины. Их много, самых разных. Для примера, один только атервостатин выпускается более чем дюжиной фарматотических компаний под самыми разными названиями. Цена гуляет, и есть возможность выбрать, который более всего подходит вам по карману. Когда повышен уровень триглицеридов, рекомендую добавлять фибраты. Если толку от статинов мало, фибраты рекомендуют комбинировать с эзитимибом или ингибиторами PCSK9. Но такая терапия для многих уже довольно сильно кусается. В статье говорится об ожиданиях на новые подходы с такими препаратами, как бемпедоевая кислота, икозапентэтил, инклисиран и некоторые противодиабетические препараты. Поддерживая публикацию, смею заметить, что первые непременные условия лечения диабетической дислепидемии, конечно же, здоровый образ жизни, достаточной физической активностью и правильно построенным питанием, в основе которого, как ни странно, должна лежать кетодиета или кетогенная диета. В отношении названных препаратов, а также мероприятий здорового образа жизни, вы можете многое почерпнуть из моих видео на этом YouTube-канале по гиперссылкам, которые я представляю. Кто вооружен, тот защищен. Спасибо за внимание.